Всем привет, с вами Ксения Ильи. Рада приветствовать вас на моем канале. Я уже совсем забыла про вот этот волшебный продукт, называется Decafoil от iCraft. Это фольга разных цветов, продается на более больших, более маленьких листиков. Есть видео, в котором я их уже использую, я дам ссылку внизу в описании на это видео. Кроме того, мне хочется с вами поделиться информацией об этих акварельных красках. Они от Sonnet. Они недорогие, они стоят всего 330 или 350 рублей в художественном магазине. Так, у них очень красивые, насыщенные цвета. Я им уже пользовалась, я им уже рисовала. Кто следит за мной в инстаграме, уже видел мои рисунки акварельные. Прямо скажу, так себе смотреть нечего, но мне безумно нравятся цвета, которые в этой палитре. Это безумно красивый желтый лимонный, изумрудный, который обалденного мятного цвета, насыщенный фиолетовый, карминовый цвет, малиновый, голубой и ультрамалин невероятной красоты. Поэтому сегодня мы с вами будем их использовать. Дальше у меня будет вот такой вот нож от Paper Smuchins. Это роза. Он вырезает вот эти вот края. Но мы будем с вами очень интересно работать вот с этой розой. Попробуем, что получится. Я буду первый раз так делать вместе с вами, вместе с DecoFoil и вместе с вот таким вот интересным материалом. Называется это Spending Scotch. Он специально для DecoFoil, для того, чтобы делать фольгирование объемное. Сегодня мы с вами тоже сделаем. Так как у меня три цвета фольги, золотая, серебряная и розовая, я хочу поддержать эти цвета и на надписи, и сделать горячий имбоссинг золотым и серебряным цветом. Я уже вырезала розочки. Вот так вот выглядит этот нож. Это все сердцевинкой вынимается и остается просто контур. Но я пока не стала вынимать все для того, чтобы все детальки оставить на месте, чтобы я понимала, как выглядит эта роза изначально. Потому что мы будем потом вкладывать... Вот я еще из акварельной бумаги вырезала еще розы. Потому что то, что останется от внешних границ, вот эти вот внутренности, мне не хочется их выбрасывать. Очень жалко выкидывать этот вспененный материал. Мы будем вкладывать как в пазл. Но, в общем, попробуем с вами, поиграем и посмотрим, что получится. Кроме того, я еще вырезала из этого вспененного материала слово «Congratulations» очень тонкий, очень филигранный нож. Мне хотелось посмотреть, как этот материал будет работать именно с тонкими ножами. Я его даже достать отсюда не смогла. Но сейчас мы с вами выйдем из положения. Я попробую сначала его покрыть фольгой, а потом уже приклеить непосредственно к открытке. Для того, чтобы сэкономить время, я надпись делаю сразу целиком. Использую для оттиска чернила веса мак. Это прозрачные липкие чернила. Они долго остаются липкими. Идеально подходят для горячего эмбоссинга. Сначала делаем оттиск на дной. Покрываем пудрой для эмбоссинга. Серебряной и золотой. Теперь пришло время немножечко поиграть с фоном. Я хочу, чтобы фон был достаточно насыщенный. Поэтому смело набираю краску на кисточку. И начинаю хаотично. Хаотично в порядке. Наносить краску на открытку. Я примерно знаю, как у меня будут впоследствии располагаться надпись, цветы. И стараюсь придерживаться этого скетча при нанесении цвета. Мне очень нравится, как эмбоссинг горячий, который мы сделали, не дает краски в местах букв впитываться в бумагу. И получается очень интересный эффект. Вот этот цвет изумрудный, если его сильно-сильно-сильно разбавить водой, он получается нежно-мятного оттенка. А в сочетании с голубым дает потрясающий лазурный цвет. Вот такие яркие фоны у нас получились. Красно-желтый, розовый, фиолетовый и бирюзово-сиреневый. Теперь пришло время заняться фольгированием. Я хочу начать с этого сложного слова. Для того, чтобы понять, получится оно у меня или нет, экспериментировать будем вместе с вами в прямом эфире. Я сама этого еще не делала. Итак, я пытаюсь аккуратно иголочкой подцепить защитный слой. Другой защитный слой, который защищает вот это все пространство вокруг, я постараюсь не снимать. Хочу, чтобы только одно слово было снято. Спустя достаточно длительное время, с того момента, как я начала снимать защитный слой с этого слова, я поняла, что с этим сприненным скотчем лучше не использовать филигранные надписи, тонкие, вообще любые филигранные элементы. Потому что потом замучаешься просто сначала снимать, потом фольгировать, а потом еще приклеить это все дело на место. Но так как мы с вами вместе экспериментируем, я считаю, что эксперимент нужно закончить до конца. Итак, как вы видите, тут уже защитного слоя нет. Я просто покрываю слово «Congratulations» розовой фольгой. Спустя почти 20 минут слово «Congratulations» наконец-то заняло свое место на открытке. Я хочу поделиться с вами своим впечатлением, я категорически не советую вам использовать такие филигранные надписи. Во-первых, это куча времени, чтобы это все сделать, так оно еще местами смотрится не очень аккуратно. Но я все равно оставлю эту открытку в записи для того, чтобы вы видели, что не всегда все задумки могут реализоваться, не всегда все задумки могут иметь положительный результат. Но я думаю, что с другим ножом, более плотным, более толстым, я имею в виду более таким жирным, получится очень даже здорово. В этот раз я не стала экспериментировать и снова пытаться втереть беговальной палочкой. Я сразу прогнала через бигшот. Давайте посмотрим, что получилось. Но я уже и так вижу, что она прям отходит очень легко, во что у нас осталось. И наконец-то я получила тот глянцевый, потрясающий фольгированный эффект, который мне хотелось получить. Вот вы видите, как оно теперь все сияет, переливается. И посмотрите, что у нас получилось с серебряной. Такая мохнатая, местами фольгированная, местами нет. И вот это вот тоже, например. То есть в следующий раз, если у вас есть фольга, учитесь на моих ошибках, не совершайте свои. Сразу прогоняйте через бигшот, и тогда у вас получится потрясающе. Потому что бигшот дает давление равномерное и очень сильное. И поэтому фольга хорошо-хорошо приклеивается. Но в итоге у нас получилось три вот таких потрясающих открытки. Я думаю, что я сделаю еще и четвертую. Я пока не решила, какую. Наверное, я сделаю еще одну розовую или серебристую. Потому что мне хочется попробовать сделать такое же фольгирование, только с другим цветом. Всем спасибо за внимание. На этом я сегодня закончу. Жмите мне нравится, если видео вам понравилось. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Пока-пока.